В Наринмаре продолжаются работы по реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На средства программы в этом году в столице региона благоустраивают одну дворовую территорию в Качгарте в районе улиц 60 лет Октября и Строительная, а также одну общественную территорию в микрорайоне Старый аэропорт. Результатом работ станут современные детские площадки и благоустроенная дворовая территория. В районе жилых домов по улицам 60 лет Октября и Строительная кипят работы. По проекту весь двор и подъездная часть будут выложены брусчаткой. В центре появится детская площадка с игровыми элементами и травмобезопасным покрытием. Кроме того, будут установлены 9 опор освещения. Стоимость контракта на благоустройство этого двора составила 12 миллионов 400 тысяч рублей. Сдать объект подрядчик компания РИЦ должна была еще 30 сентября. Подвела логистика и погода. Строители обещают, все работы завершатся к концу октября. Кстати, в конкурсе заявок на благоустройство этот двор получил наибольшее количество баллов. Первое место заняла вот эта площадка по дворовым территориям. Естественно, жильцы сами выдвигали свои требования, что они хотели здесь видеть. Потом данная площадка проходила общественное обсуждение. То есть месяц она висела на сайте, для того, чтобы каждый мог ознакомиться. И потом проходили общественные слушания. То есть то, что здесь будет реализовано, это некая квинтэссенция желаний жителей благоустроить именно таким образом свою дворовую территорию. Еще один объект в рамках приоритетной федеральной программы – обустройство общественной территории в микрорайоне Старый аэропорт. Здесь работы подходят к завершению. Подрядчик монтирует игровые элементы, скамейки и урны. В ближайшие дни площадка будет готова к открытию. Следующий детский объект готовится к сдаче в эксплуатацию в микрорайоне авиаторов на улице Швецова. Детская площадка разделена на несколько зон и учитывает интересы всех возрастных групп. Одна из них будет предназначена для малышей до трех лет, другая – для тех, кому чуть больше. В третьей зоне смогут проводить свой досуг ребята постарше – играть в баскетбол или мини-футбол. Нужно дополнительную ограждающую конструкцию поставить для предотвращения, чтобы машины ставили перед въездом. Какие-то столбики или что-то такое. То бы невозможно было прокопать. Да, да, да. Показательный пример именно на многих детских площадках. Перед въездом прямо ставят автомобиль и мамы с колясками не могут пройти элементарно. Строительство детской площадки на Швецово финансирует компания «Лукойл Коми» в рамках соглашения. Идея строительства такой площадки появилась после посещения Усинска. Там аналогичный объект появился также при поддержке нефтяников. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова